Мы можем теоретизировать сколько угодно, но я хотел бы именно с практической точки зрения подойти, что наблюдая судьбы жизни людей, я видел, что очень часто именно в контексте исцеления здоровья наиболее мощным образом срабатывает грамотная проработка родовых программ. Очень интересно, что на это большое внимание уделял сам Сайбаба. Давай более конкретно, что я имею ввиду, что родовая программа это не то, чтобы национальная кухня или национальная одежда. Суть родовой программы является та духовно-религиозная традиция, которая есть в том или ином народе. Понятное дело, что в нашем современном мире существуют смешанные браки. Тогда, соответственно, возникает вопрос, что если человек является смесью двух национальностей, трех, тогда все две или все три имеют значение для этого человека. Именно в контексте как духовного развития, так и вполне исцеления. Если мы возьмем, скажем, славянские народы, то, конечно, последние тысячи лет, предыдущие тысячи лет, это были те или иные аспекты христианской греко-православной традиции. Старобрядческой, новобрядческой. Тем не менее, это именно так называемое греко-православное христианство. Когда я говорю о родовой традиции, я не говорю о церковности. То есть я не говорю о том, что надо вступить в церковную организацию или еще что-то в этом роде. Но я имею в виду о практике, молитвенной практике, о определенных духовных энергетических практиках, которые находятся в контексте именно родовой религиозной традиции. То есть если человек, например, принадлежит к народу, который исповедует ислам, значит, соответственно, исламская молитва, исламские энергетические практики, они будут играть очень большую роль. То есть некого такого восстановления корней на энергетическом уровне, если так можно сказать? Можно сказать так, да. Для славянских народов, конечно же, сейчас очень идет активный процесс переосмысление, где-то возрождение славянских древних традиций ведических, так называемое родноверие. Ну, в христианской среде это называется язычество, сами представители этих направлений называются родноверами. Это очень сложная тема. Сейчас, конечно же, не будем обсуждать, потому что мы говорим о целительстве. Но, тем не менее, родноверие и попытки переосмыслить дохристианскую мистику – это тоже попытки переосмыслить родовые программы в конечном итоге. Мы сейчас не будем говорить о сложностях этого процесса, вокруг христианства и сложных процессов. Но, тем не менее, вот смотри, Сайбаба, когда к нему приезжали люди самых различных национальностей и получали возможность непосредственного общения, вот, например, приезжали русские, приносили ему подчас на благословение христианские молитвословы, с великим удовольствием его благословлял. Например, люди просили благословение на практику мантры, то он иногда благословлял, а иногда и нет. Приезжали татары, дагестанцы, башкиры, он благословлял на практику именно исламскую, намаз и многие другие. Опять же, это не означает проповедь религиозных организаций, но это означает, что вот определенная молитвенная практика, определенные обычаи, связанные с какими-то, ну, мистическими действиями, вот они очень сильно активизируют позитивную часть родовой программы, а в конечном итоге по ступенькам это меняет и здоровье. Например, если вы принадлежите, ну, в той или иной степени к славянскому народу, опять же сейчас смешанные браки, можно быть наполовину русским или полностью русским, если в вашем доме есть православные иконы, то это меняет энергетику вашего дома. То есть сущностью вот этих родовых практик является некое начитывание на каких-то традиционных молитв и мантр для гармонизации себя на уровне, собственно, родового? Или туда включаются еще какие-то? Ну, смотри, там много чего, например, даже носить, например, на себе тот или иной мулет, тот или иной крест, например, в доме поставить изображения религиозные, которые связаны с родовой традицией, практиковать молитвенные практики, то есть очень много-много аспектов. Подчас даже отмечать какие-то праздники, связанные именно с вашей этнической культурой. Это все очень важно, потому что это позволяет вам подпитаться энергией из родовой программы. На самом деле, ну смотри, берешь своих предков на 7 поколений, это толпень народа. Там папа-мама, дедушка-бабушка уже 4 человека, прадедушка-пробабушка 8 человек. То есть даже 7 поколений, а родовые программы 7 поколений наиболее активные. Это гигантское количество. Ты не знаешь, что были эти люди. Может, кто-то из них был добрый молитвенник, а кто-то другой там топором соседа зарубил. Мы этого не знаем. То есть, поэтому, когда мы говорим о родовых программах, мы всегда предполагаем, что там где-то наверняка есть и проклятие. Ну, это наша жизнь, мы ничего не можем сделать. Тем более, берите 20-й век, очень сложный для России. Там наверняка кто-то что-то сделал нехорошее. Но, с другой стороны, в вашей семье могли быть и очень хорошие, честные люди, которые были духовными, духовными искателями. И вы о них можете не знать. То есть, задача заключается в том, чтобы активизировать позитивную часть. И, может быть, даже через активизацию больше позитивного, негативно оно само рассеется. И я просто практически могу сказать, что люди стремились, у меня много таких знакомых, там, скажем, получить исцеление каких-то болезней. Подчас самые мощные индийские йоги, тибетские йоги, мантры, они не решали этих проблем. Потом люди начинали параллельно практиковать именно молитвы своих, если братья славян, русских, например, христианскую православную молитву. И вдруг происходило исцеление. Почему, например, в той же Москве, например, Матрона Московская? Очень сложная личность. Например, в наше время большая часть священников православной церкви вообще сомневается, что ее надо было канонизировать. Я, например, общаясь с некоторыми священниками, узнавал, что вообще большая часть священников вообще сомневается в том, что ее надо было канонизировать. Ну да, она была христианкой, да, это так, но она не была монахиней, она в каком-то смысле была церковным человеком, в каком-то смысле и нет, у нее там огромное количество высказываний, которые вообще в тупик ставят всех церковников, но тем не менее ее канонизировали, сейчас это самый мощный, самый крупный, самый посещаемый монастырь в Москве, и сейчас из нашей группы люди приехали из Новосибирска, говорят сейчас у нас, даже в Новосибирске, все знают про Матрону Московскую, насколько она чудотворит, ну смотри, как бы Матрона Московская, она исцеляла все равно, это христианская православная молитва, это образы, архетипы христианские, и поэтому, конечно же, люди там подчас практикуют медитацию, какие-то изучают философские лечения, а потом, когда у них начинаются проблемы со здоровьем, они идут на мощи Матроны и решают проблемы там, и это просто правда жизни, это просто так происходит, да, то есть если мы задаемся каким-то более там философскими сложными темами, ну там возможно можно там почитать Широбинду, Югананду, Романа Махарши, а когда начнет разваливаться здоровье, все пойдут к Матроне Московской, или во всяком случае начнут читать тот или иной Акафис, или Псалмы, например. У меня появилось еще тогда некоторое ответвление к теме Акафистов и Псалмов, я знаю, что ты в своей духовной практике и то, чему ты учишь, уделяешь очень важное внимание именно мантрам, как средству некого исцеления, гармонизации, мог ты пару слов сказать об этом? Ну, я, смотрите, какого мантра звучат на древнейшем, наиболее священном языке на нашей планете, это санскрит. Санскрит у тысячи, тысячи, тысячи лет, это язык, на котором написаны Веды, Панишаны, Тантры, Пураны, Йогашасы, это все древние тексты. Соответственно, сама по себе вибрация санскрита, она очищает, очищает сознание, очищает энергетику, если мы говорим об исцелении, соответственно, это влияет и на исцеление. В идеале, конечно же, хотя бы чуть-чуть понимать мантры, и санскрит, в общем, можно полностью учить, например, в Московском университете прекрасно, в Москве и Петербурге есть несколько мест, где хорошо очень можно изучать санскрит, есть частные учителя, которые очень хорошо обучают, но для того, чтобы понимать мантры, не надо даже полностью учить санскрит, надо просто познакомиться хотя бы с какими-то грамматическими особенностями. Иными словами, хорошо понимать мантру, но чудо заключается в том, что даже если люди включают просто монитофон и слушают, даже слушают, 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 потом они начинают понимать, ощущают, что их состояние изменилось, мысли, энергетика, все изменилось. То есть это означает, что вибрация санскрита настолько чудесная, что даже не понимая содержания, а там всегда великое философское содержание, это трансформирование человека. Нам с вами колоссально повезло, что мы говорим на русском языке как на родном. Неважно, кто вы по национальности, русский, татарин, еврей, не играют роли. Если от рождения ваш язык русский, все, вы обречены на идеальное произнешение санскрита. Даже, например, в Индии... Это фонетика. Фонетика, потому что у нас одинаковая фонетика. Корни русского языка и санскрита идентичны, корневая часть идентична, грамматическая часть идентична. То есть в контексте родовой памяти это нам что-то... Это наша тема. На самом деле христианство это тысячи лет, а санскрит это десятки тысяч лет. То есть наши предки, скажем, тысячелетия, тысячелетия назад, они говорили на одном из вариантов санскрита. Что доказывает русский язык, который имеет ту же фонетику, ту же грамматическую часть и... Ну вообще славянские языки. Славянские, да, славянские языки, но как тебе сказать, русский язык он отличается от других славянских, и у нас более чисто сохранена фонетика санскрита. Именно в русском языке. Ты знаком санскритом, ты можешь об этом... Да, именно в русском языке, например, в украинском языке, в белорусском фонетика она уже измененная. Именно в санскрит более четко представлен в классическом русском языке. Таким образом, ну, смотрите, я проповедую мантры, я всегда проповедую то, что смотрите, вот обращайте внимание на свои родовые программы. Если вы пришли из семьи, которая была, скажем, исламская, ну вот необходимо включать намаз. Если вы пришли из христианской, вот очень здорово, например, практиковать теленные молитвы, да, то есть салтырь, там, акафист, это уже персональный выбор. Практикуйте на иврите, если у вас есть еврейские корни, хотя бы частично, да, то есть прекрасная практика фаблистическая, 72 имени бога на иврите. То есть я за синтез. То есть мантры на санскрите это универсальная вещь, великая вещь, но параллельно практикуйте, советую я всем, кто у меня занимается, вот, так сказать, практикуйте молитвы своей традиции, потому что тогда вы будете правильно устраивать свою энергетику, свои родовые программы, как бы, а это влияет на все, что угодно, это влияет на то, как развивается твоя семья, как развивается твое творчество и в конечном итоге вообще какое у тебя физическое тело, если мы говорим в конечном итоге о контексте вот исцеления физического тела. Субтитры создавал DimaTorzok